Осень — прекрасная пора, но временами она может сыграть злую шутку с нашим организмом. У некоторых людей из-за снижения серотонина может возникнуть не только апатия, но и сезонная депрессия. А многие даже набирают лишний вес. Что с нами действительно происходит, как себе помочь? Советы специалистов слушала Ирина Снягина. В осенний период легко набрать лишний вес. Это связано со снижением физической активности и хандрой на фоне сокращения светового дня. Специалисты уточняют, что многие люди начинают есть больше высокой калорийной пищи, богатой жирами и простыми углеводами, чтобы поднять себе настроение. Однако употребление таких продуктов в питании может сыграть злую шутку с нашим организмом. Оно, конечно, повышает выработку нейромедиаторов, которые повышают настроение и вызывают чувство удовольствия. Но, к сожалению, эти продукты питания приводят к набору жировой массы тела в связи с высокой их калорийностью. Заедать плохое настроение нельзя, если, конечно, это не разовая акция, поясняет психотерапевт Юрий Рыльский. Когда вы начинаете использовать еду или же, значит, напитки, или же, значит, что-то еще для изменения настроения, вы рискуете получить зависимость от этого. Новая болячка? Не выход? Нет. Гастроэнтеролог Галина Джулай отметила, что питание осенью должно быть сбалансированным. Следует отдавать предпочтение высокобелковым продуктам, нежирному мясу, рыбе, цельным злакам, бобовым, цельнозерновым крупам, несладким молочным продуктам и, конечно, сезонным фруктам и овощам. Стоит отказаться от фастфуда, мясной гастрономии и газированных напитков. Свежие продукты, которые с грядки, которые не имеют долгого срока хранения, которые по максимуму сохранили витамины и все другие полезные вещества, являются залогом сохранения и поддержания здоровья. Однако не стоит тревожиться. Осенняя депрессия — не болезнь, а лишь подавленное психоэмоциональное состояние, утверждают специалисты. Закономерно, что при смене сезона люди чаще страдают от усталости, сомнливости и сниженного настроения. Причем подвержены этому недугу свыше половины россиян. Большинство исследователей этой проблемы сходятся во мнении, что время года — только повод для хандры, а не ее причина. Сезонная депрессия удела тех, кто и до этого испытывал недовольство жизнью. По-настоящему же дождливая и пасмурная погода подавляет всего 12% людей. Ведь генетически мы привыкли к смене сезонов. И самое главное — не создавайте себе на ровном месте проблемы. Не надо долго думать о том, что у вас вот такая хандра неизлечимая, от которой вы не знаете, куда деться. Включитесь в какое-то занятие, которое вы любите, которое будет вам приносить радость. Вообще, это универсальный способ выскочить из этого состояния хандры. Это заняться чем-то, что полезно для вас, для тех, кто вас окружает, то, что вас радует. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, каждый взрослый человек должен в день проходить 10 тысяч шагов. Поэтому, как говорится, ноги в руки и на улицу в любую погоду и непогоду.